Форум 24, Чехия. Зиман обещал нашу страну России и Китаю. Они уже грозятся и размечают территорию. Вильям Бесер. Форум 24, Чехия. 1 апреля 2019 года. Грядущий футбольный матч пражского клуба «Славия» с лондонским «Челси» точно характеризует нынешнее положение Чешской Республики. В нашей стране китайский владелец клуба «Схлестница» с российским, и то же самое из-за президента Милоша Зимана происходит в другой плоскости, где эти восточные державы делят влияние на нашу страну. Президент Республики просто решил затянуть нас обратно в тоталитарное прошлое, и сегодня уже нормой стало то, что китайские и российские представители диктуют нашим министрам свою волю. Глава государства неустанно твердит нам о том, насколько выгодно для нас сотрудничество с его любимыми странами и сколько благ оно может принести нам как государству. Однако в действительности дела обстоят совсем наоборот. Для России и Китая мы не та страна, в которую они хотели бы инвестировать и тем самым поднимать уровень жизни местных граждан. Нам отведена роль пропагандистского сателлита, который будет разобщать государство Европейского Союза, а также выступает против НАТО. Наш президент уже давно согласился на эту роль, и не будет сюрпризом узнать, что эти свои идеалы он пестует еще с дореволюционных времен, когда он был членом коммунистической партии и впитывал блага с Востока, работая в ней. Мало кто, кроме нескольких избранных, знает, о чем, собственно говоря, Зиман договорился во время своих зарубежных визитов, в которые он вкладывает больше сил, чем во что-либо другое. Ведь в основном на переговорах присутствуют только ближайшие соратники президента, такие как Вратислав Минарш и, прежде всего, Мартин Недлы. Именно этот человек, на панели телефона которого красуется Владимир Путин, является первым человеком Кремля в Пражском граде. Три офиса, дипломатический паспорт и другие преимущества, но при этом никакой официальной должности, это все не идлы. В том числе благодаря ему русские позволяют себе больше, чем прилично, но никто их в этом не упрекает. Зиман, в восторге от тоталитарного правления Владимира Путина и хотел бы хоть однажды к нему приблизиться. К счастью, пока все его попытки проваливались, и, к примеру, журналисты пока вынуждены сносить только его оскорбления, но они не гибнут при странных обстоятельствах, как уже принято в России. Из-за восторженного отношения к Путину и его стране Зиман совершенно отказался от критики в их адрес. Чешский президент с легкостью критикует наши спецслужбы, чтобы понравиться на Востоке. Он признался в изготовлении новичка, который русские применили против своего бывшего агента Среполя и его дочери, и тем самым передал в руки Кремля оружие против Великобритании. Зиман любит рассуждать о том, что в аннексии Крыма нет ничего плохого, а антироссийские санкции нужно отменить. Таким образом, глава нашего государства очень часто подтверждает, что споры о том, кто оплатил, а возможно, и повлиял на президентские выборы в Чехии в 2013 году, не так уж неуместны, и уже тогда у России был ясный план, как постепенно вернуть себе страну, которую она потеряла в 1989 году. Но поскольку Зиман не мелочится, ему недостаточно подлизываться только к одному тоталитарному государству. Он выбрал для себя еще одну – Китай. Эту страну он посещает так часто, что буквально создается впечатление, будто он ездит туда подзаряжать мобильник. Благодаря этому он приводит в Чехию китайских инвесторов, которые скупают недвижимость, футбольные клубы, а также инвестируют в малозначительные телеканалы. Зиман рассказывал о том, как благодаря ему наша страна будет процветать, как потекут в нее миллиарды крон и как появятся новые рабочие места. Но ничего не происходит, и китайский советник главы государства исчез где-то в своей стране. Тем не менее президент не унимается. Он преуменьшает важность дела Хуавей. Хуаэ, грубо оскорбляет критиков, которые заявляют о возможной угрозе, и собираются снова ехать в Китай. А тем временем в нашей стране происходят вещи, которые нельзя оставить без ответа. Когда в составе российской делегации, приглашенной в Пражский град, появился Андрей Кузнецов, сотрудник российских спецслужб, Министерство иностранных дел ЧР осмотрительно и правильно вмешалось и не пустило в нашу страну человека, чье имя значится в списке нежелательных лиц. Тут же из Москвы послышались угрозы, мол, что вы себе позволяете и готовьтесь к ответу. А как отреагировал президент Зиман? Как обычно, он заступился за русских и раскритиковал главу чешской дипломатии Тамаша Петершичика, а также всех тех, кто повел себя совершенно правильно. Но для Зиман важнее, что ему скажет Путин, когда через несколько недель они снова встретятся в Китае. Поэтому президент снова повел себя, как изменник родины, а со своими критиками поручил разобраться пресс-секретарю Ежавчачику. Китайцы как будто не захотели оставаться в стране и тоже показали, что в наших высших политических кругах у них есть люди, которые ловят каждое слово из Китая. Пример, Марта Новакова, министра промышленности и торговли. В среду она выполнила приказ китайской стороны и выдворила со встречи иностранных дипломатов представителя Тайваня. Неприятный дипломатический эксцесс, который может случиться только в недемократических странах. Но, похоже, именно такие страны президент, а вероятно, и правительство хотят очень скоро догнать. Экстремисты из партии СПД, коммунисты и другие радикалы будут по-прежнему твердить нам о том, что мы живем по указке Брюсселя. Но на самом деле мы являемся свидетелями того, как нашу страну разрывают подданные России и Китая, которые ради денег или перспективы власти придают нашу страну ее подлинные интересы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.